Всем доброго утра! С вами Настя Кичаева и это уже 66 выпуск программы Детские Вести. Сегодня он будет необычайно зимним. Эта зима выдалась необыкновенно снежной и не только в Ульяновске. На днях в Краснодарском крае выпало очень много снега. Но это еще что! Сугробы появились даже в африканской пустыне Сахара. Вот там точно никто не ожидал их увидеть. Привет! Привет! У нас в Канаде очень холодные зимы. И еще две недели назад у нас закрылись школы, потому что сильно доварило снегом. Еще потому что автобусы, когда они ездят, они могут попасть в аварию, потому что из-за льда. И еще они могут опоздать в школу. В нашей префектуре снег идет очень редко, а в этом году он был аж два раза. Еще, когда тут идет снег, мы обуваем резиновые сапоги и берем с собой зонтик, потому что здесь плюсовая температура. Несмотря на то, что все вокруг меня выглядит с весенним, солнечным и зеленым, сейчас для Кипра очень холодно. 10 градусов. Ночью бывает опускается до нуля. За последний месяц было уже два землетрясения и несколько штормовых предупреждений. И местные жители не припомнят такую температуру за последние 20 минут. А в горах 40 сантиметров снега умерли с 15, и люди едут туда кататься на лыжах и на самках. У нас в Израиле есть снег в двух местах. У нас есть на горе Хермон и Берусалим. Здесь, где я живу, нету, к сожалению, снега. И мне бы очень хотелось увидеть снег. Вообще в Нью-Йорк не очень много снега выпадает, но зима довольно холодная. А раньше, когда много снега выпадало, то весь двор выбегал, и мы играли в снежки, и валялись, и школы закрывали. И было так радостно. Но ковид это все испортил. И теперь, вместо снежных дней, мы на удаленке. Эх, ковид! Правила дорожного движения мы знаем с самого детского сада. Но, к сожалению, их бывает недостаточно. Что такое зимние ловушки и какие опасности могут поджидать людей зимой на дорогах, узнал Данил Шигунов. В апреле прошлого года в Ульяновске произошла трагедия. Машина сбила 12-летнюю девочку, проходящую через пешеходный переход. На прошлой неделе девочка умерла, так и не приходя в сознание. Девять месяцев Ульяновск следил за этой историей и надеялся на чудо. Но его не случилось. К сожалению, аварии на пешеходных переходах случаются часто. Хотя, вроде все просто. Видишь зебру, можно переходить дорогу. Но сама по себе дорожная разметка от аварии не убережет. Ваша безопасность только в ваших руках. Конкретно на переходах не стоит играться. Не стоит засматриваться куда-то, птичек, например, считать, да, или полосочки считать. Нет, это делать не стоит. Нужно всегда смотреть на дорогу. То есть мы вышли на проезжую часть, все, у нас взор только на дорогу. Налево-направо, налево-направо. Снимите капюшон. Он закрывает вам боковой обзор. Выньте наушники из ушей. Вы должны слышать, что происходит вокруг. И не спешите выходить на проезжую часть. Особенно сейчас, зимой, когда сугробы у переходов бывают выше человеческого роста. Их даже называют снежными ловушками. Из-за них вам не видно машин на дороге, а водителям не видно вас. Многие пешеходы делают такую ошибку. Увидели пешеходный переход и сразу начинают переходить через дорогу. Это ошибка. Водителю нужно дать время вас увидеть, пешехода, остановиться и вас пропустить. Пешеход же, в свою очередь, должен понимать, что как бы водитель не нажимал на педаль тормоза, машина никогда сразу не остановится. Заранее угадать, когда именно остановится машина, невозможно. Тормозной путь зависит и от погодных условий, и от скорости реакции водителя, и от особенностей самого автомобиля. Поэтому убедитесь, что вас заметили, и дождитесь, пока машина остановится на всех полосах движения. Только тогда выходите на зебру. Ни в коем случае не бегите. Во-первых, так вы можете подскользнуться и упасть. Во-вторых, так ваше появление на дороге станет внезапным для проезжающего водителя. Кстати, по этой же причине нельзя заезжать на переход на чем бы то ни было. Родители, когда везут своих детей на ледянках, на ватрушках, на санках, они должны подойти к пешеходному переходу, взять ребенка за руку и вместе переходить через дорогу. Безопасность дорожного движения, можно сказать, влияет и на моду. Какие цвета, говорите, популярны в этом сезоне? На дороге ответ один для всех времен года. Заметные и яркие. И в темное время суток или в условиях недостаточной видимости водителю очень сложно увидеть пешехода, который идет еще во всем темном на проезжей части. Поэтому каждый пешеход должен себя обозначить. А значит, это либо одеть светлую одежду, но все равно при этом одеть световозвращающий элемент. Для чего они нужны? Для того, чтобы водитель смог заранее, а точнее издалека увидеть пешеходов. Все эти правила нам хорошо известны, но очень важно не просто их знать, но и каждый день использовать на дороге. И тогда беды не случится. Любите зимние виды спорта? Если да, то это новость для вас. В пятницу, 4 февраля начнутся Олимпийские зимние игры. Будем вместе болеть за наших. Олимпийские игры – одно из самых древних спортивных развлечений в мире. Их история насчитывает 28 веков. Еще во времена Древней Греции каждые 4 года в городе Олимпия проводились соревнования в честь бога Зевса и его товарищей. Участвовать в играх могли только самые сильные и ловкие. На время соревнований прекращались войны и наступало перемирие. В Грецию съезжались болельщики из разных стран. На протяжении 400 лет это было главное развлечение греков и их соседей. Но со временем традиция сошла на нет. Возобновилась история Олимпийских соревнований только в 1896 году. С тех пор каждые 4 года весь мир следит за главным спортивным событием – Олимпиадой. Что-то у меня не сходится. Вот смотрите, Олимпийские игры проходят раз в 4 года. Эти Олимпийские игры начнутся уже в пятницу, а прошлые были полгода назад. Как же так получилось? Из-за пандемии летние Олимпийские игры 2020 года пришлось передвинуть на август 2021. А тут уже и до зимних игр 2022 совсем немножко осталось. Вообще же, Олимпийские соревнования проходят каждые 4 года. Ну и тут не все просто. В начале своей современной истории Олимпийские игры были единые. Потом их разделили на летние и зимние. Но они проводились в один и тот же год. Это было не очень удобно. Поэтому в 1994 году зимние игры сдвинули относительно летних на 2 года. И теперь получается, между летними и зимними соревнованиями проходят 2 года. А между одноименными – 4. Летние Олимпийские игры отличаются от зимних видами спорта. Вот, например, на зимних Олимпийских играх все, что связано со льдом и снегом – это хоккей, коньки, лыжи, санки. На летних же все остальное. Интересно, а вот они играют в футбол на снегу. Это летний или зимний вид спорта? Увы, но такого вида спорта нет ни в летней, ни в зимней программе Олимпийских игр. Зато большинство остальных есть. В программу летних соревнований входят 28 видов спорта. И в них 42 дисциплины. В программу зимних – 7 видов спорта и 15 дисциплин. Зимних соревнований заметно меньше. И поэтому принято считать, что зимние Олимпийские игры менее популярны, чем летние. Но для спортсменов это никакого значения не имеет. Олимпийские игры – это самые важные старты в жизни каждого спортсмена. И важнее даже, чем чемпионат мира, потому что на Олимпийские игры съезжаются спортсмены со всей планеты, причем сильнейшие спортсмены. И мне кажется, поучаствовать в Олимпийских играх – это уже, скажем так, наверное, мечта каждого спортсмена. Организация Олимпийских игр – дело очень ответственное. Не случайно город проведения Олимпиады выбирается за 10 лет до соревнований. Для спортсменов готовятся специальные стадионы, залы, тренировочные площадки, строятся Олимпийские деревни. Команду каждой страны размещают отдельно. Та дружелюбная обстановка в русском доме, в котором мы жили, то есть все спортсмены, мы видели синхронисток Олимпийских чемпионок, мы видели гимнасток, сестер Авериных. И они настолько… Вот обычно же ты их видишь вот так по телевизору или в телефоне, а это вот они вот рядом с тобой стоят, здороваются. И вот такая дружелюбная атмосфера была. Каждый вечер, каждое утро сплоченная команда была. Вот именно такая российская, хотя мы назывались рок. Открытие 24-й зимней Олимпиады состоится в пятницу в 16.00 по нашему времени. В играх будут участвовать более 4 тысяч спортсменов из 95 стран мира. Из них более 200 российских спортсменов. На Олимпиаде будет разыграно 109 комплектов медалей. Мы желаем нашим спортсменам как можно больше из них привезти домой. Снегопады, снежные ловушки, снежные виды спорта. Что-то у нас сегодня весь выпуск снежный. Значит и мультик тоже должен быть подходящий. Летели снежинки на белом облаке. И вдруг увидели грустную елку. Елочка почему-то грустная. Сухая ветка портит мой наряд. Мы тебе поможем. Спасибо большое. Помни, может быть именно твое доброе дело победит зло в чьей-то жизни. Хоть ты и сильнее остальных. Наш самый снежный выпуск подходит к концу. А знаете, это ведь хорошо. Снег, сугробы, хорошая погода. Понимаете, к чему я клоню? Конечно. Бегом одевайтесь и на улицу. Всем хороших выходных и до встречи. Пока-пока. Здравствуйте. С вами инструктор по погоде Соня Друзина. С завтрашнего дня будет глобальное потепление. Всю неделю будет 3 или 2 градуса. И самое главное, ожидается очень-очень-очень много снега.